Сейчас ваша очередь. Два года осталось до конца реализации программы переселения на материк в рамках четырехстороннего соглашения между федеральными, краевыми и местными властями и компанией Нурникель. В список до 2019 год включили более двух тысяч норильских семей. Сейчас их документы проходят проверку в Красноярске. Кому выдадут сертификаты, станет ясно уже в феврале. За это время наш город покинет очередная партия переселенцев. 440 участников программы этого года уже получили сертификаты на приобретение новых квадратных метров на материке. Из них 117 жилье купили на общую сумму 190 миллионов рублей. У остальных есть время до конца января. Всего же за 7 лет программы из Норильска уехали более 5,5 тысяч семей. На эти цели потрачено почти 10 миллиардов рублей. Теперь большая часть северян живет в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. И всего 18% от общего числа переселенцев предпочли Красноярский край. А тем, кто остается в Норильске, следует быть бдительными. С начала этого года в городе совершено 12 убийств. Все они раскрыты по горячим следам. И динамика раскрываемости положительная. Об этом силовике рассказали на общегородской планерке. За 7 месяцев года в Норильске зарегистрировано более 320 краж, 33 грабежа и одно разбойное нападение. Но самые сложные по раскрываемости отмечают полицейские. Это преступления, связанные с мошенничеством. В частности, с куплей и продажей товаров на сайтах частных объявлений. Наказывают на рельчан и за незаконную добычу даров природы. Так, одному из горожан грозит штраф в 500 тысяч, либо два года тюрьмы. Его поймали с четырьмя хвостами осетра. Также из резонансных. В начале июля текущего года в городскую больницу поступило сообщение о том, что доставлен несовершеннолетний с 16-го года с диагнозом тяжким. В ходе разбирательства установлено, что данное преступление совершила мать несовершеннолетним. Нигде не работающая, не судима. В отношении данной гражданки возбужденного уголовного дела избрана мера пресечения ареста. Проверки по этому делу еще продолжаются, а вот малыш уже идет на поправку. В целом, с начала года к административной ответственности в Норильске привлекли 6251 человека. Для 164 из них определили административный арест. Штрафа выписана более чем на 1 миллион 600 тысяч рублей. Тех же, кто не желал расставаться с деньгами, а таковых оказалось 351 человек, наказали за неуплату. К ответственности привлекли и более 2,5 тысяч нарушителей антиалкогольного законодательства. А из незаконного оборота изъято свыше 700 литров алкоголя. Какими бы большими ни были все эти цифры, горожан они не должны шокировать. Полицейские говорят, что уровень преступности в Норильске снижается. Между тем, на дорогах Норильска продолжается совместный проект северного города, водителей, общественников и государственной автоинспекции. И, как отмечают все участники, проект успешно работает. Подробности у моего коллеги Михаила Чернова. Новости северного города. Водители-общественники и дорожные полицейские продолжают следить за дорожной ситуацией на городских дорогах. И сегодня у нас очередная подборка видеоводителей, которые уже поплатились за свои ошибки, а также тех, кого еще ожидают штрафы. Итак, поехали. И начнем вот с этого водителя, который проявил ну просто недюжинные знания дорожных правил. И вот таким способом по встречке объехал препятствие. Кстати, езда по встречной полосе стала трендом последних дней. Вот и водитель этого джипа, наш старый знакомый, двигается по встречной. А две недели назад вот так попытался затесаться в транспортный поток. А это еще один знаток правил. И ведь правильно собирался повернуть налево водитель Волги. Но в какой-то момент терпение кончилось, и он решил поехать вот так. Как и водитель этой иномарки, который правильно остановился на красный свет. Но вдруг, не дожидаясь зеленого, пошел на незаконный маневр. А это на кольце в Толнахе. Водитель погрузчика тоже не уступил дорогу. Хотя по правилам должен был. Ну и победитель недели. Водитель этого джипа не справился с управлением и въехал в крыльцо одной из городских столовых. И не придумал ничего лучше, как скрыться с места ДТП. Однако, не учел, что сотрудникам ГИБДД он давно знаком по другим аналогичным нарушениям. А прямо сейчас мы узнаем, какова дорожная ситуация на дорогах Большого Норильска с начала этого года. За 7 месяцев текущего года на территории города совершено 69 ДТП. По линии ГИБДД составлено всего более 12 тысяч административных протоколов. В том числе за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Отказ от прохождения медицинской освидетельствия 195. В том числе 27 из них за повторное такое правонарушение уже привлечены к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1 Уголовного кодуса Российской Федерации. И напоследок. Практически всегда от дорожных полицейских мы слышим одну и ту же рекомендацию. Если не хотите пополнить статистику дорожных нарушений и остаться невредимыми, будьте на дорогах предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и окружающих. Михаил Чернов, Александр Вури. Новости северного города. Однако аварийность остается высокой и далеко не все маневры заканчиваются успешно. Вот в четверг вечером на перекрестке улицы Советской с Ленинским проспектом не сумели разъехаться две иномарки. По предварительной информации водитель Мерседеса не уступил дорогу микроавтобусу, а тот двигался по Ленинскому проспекту и на зеленый свет. В какой-то момент, рассказывает водитель микроавтобуса, легковушка начала его пропускать. Машина сворачивалась с проспекта на Советскую, но затем автовладелец решил закончить маневр. Он начал повышать дальше маневр, проезжать, пересекли дорогу. В результате микроавтобус врезался в светофор, у легкового автомобиля разбита правая сторона, пострадавших нет, идет проверка. Тем временем в Толнахе перевернулся автокран. Водитель разгружал трубы, но, скорее всего, выставил машину довольно близко к краю обочины. В результате автокран и перевернулся. И в этом случае пострадавших нет. Избежать подобных ситуаций помогают и городские власти. Специалисты Норильского отдела организации дорожной деятельности в ночь с 19 на 20 августа изменят режим светофора на этом перекрестке. Теперь светофор на перекрестке отрегулируют, наработав 4 фазы по 15 секунд, без пересечения транспортных потоков. Примерно так же автоматический регулировщик работает на перекрестках улиц Толнахской Павлова и Павлова-Кирова. По словам специалистов, такой режим может свести количество аварий до нуля. Я обращаюсь к участникам дорожного движения, прошу особое внимание обратить на сигналы светофора. То есть ездить не по привычке, как у нас основная масса людей передвигается, а обращаю внимание на знаки и сигналы светофора. По итогам прошлого года этот перекресток был признан самым аварийным. В 2017 году там произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Самым запоминающимся из них стала авария с участием кареты скорой помощи. Прошлым летом водитель легковушки не уступил дорогу спецмашине. Однако сегодня статистика уже мало отличается от прошлогодней. Впрочем, водители жалуются не только на неуступчивость коллег и работу светофоров, но и дороги. Особенно летом и особенно на ремонты, которые несколько осложняют движение. На общегородской планерке прозвучало, на каких-то участках ремонты уже закончены, а где-то продлятся до конца сентября. И даже первый снег не помешает завершить укладку нового дорожного полотна, если оно правильно подготовлено к ремонту. Объем дорожных работ нынешнего года более 228,5 тысяч квадратных метров. Альвийная доля 198,5 тысяч – это, собственно, сами дороги остальной дворы. Сегодня уже отремонтировано почти 145 тысяч квадратных метров или 63% от общего объема. Завершен ремонт на улицах Новой, Энтузиастов, Федоровского и Объездной дороги в Толнахе, на подъезде к Аганеру и улице Озерной. Идут работы на дороге на Рейс-Толнах. Окончание работ по асфальтировке – 30 сентября. Мне скажите, все-таки вот до 30 сентября, в прошлом году, в конце сентября уже снег пошел, да? Вот в принципе-то под снегом можно вот для всех работать или нет? Если снег пошел, все, мы прикрываем работу или как? В прошлом году мы в середине сентября написали письма подрядчикам, остановили работы. Главный враг асфальта – это все-таки не снег, это вода. Если качественно подготовлено основание, пролито битумным раствором, то, выметая снег, ГОСТы на сегодняшний день позволяют работать до минус пяти. Если качественно подготовлено основание. Тут этот вопрос уже лежит на совести подрядчика и заказчика. Как один выполняет, второй контролирует. Вот в прошлом году те случаи, которые вы говорите, это были не объекты «Автодор», это были управляющие компании в районе КРК. Ну и, насколько я знаю, там эти работы не были оплачены подрядным организациям. То есть, если технология соблюдаются, то это минус пяти. Да, можно работать, потому что асфальтобетонное покрытие, которое используется, имеет температуру 150 градусов. И вот, ну то есть, даже там, если какая-то пленочка остается от снега, оно все выпаривается, а если это все мокрое, лужи, вот были в прошлом году такие случаи, и у нас были на наших объектах, мы реагировали, наказывали подрядчиков, то тут, конечно, работать нельзя. Российский рубль с трудом держит испытания санкциями. Ежегодно россияне с замиранием сердца ждут августа, который воспринимается ими как черный из-за кризисов. Не стал исключением и нынешний год. Конечно, национальная валюта дешевеет не столь стремительно, как в 98-м году. Однако сегодня дешевеющий рубль уже привел к росту цен на авиабилеты за границу. В среду, 15 августа, авиабилеты за границу выросли в цене на 5-15%. На некоторых направлениях даже больше, чем предполагали ведущие билетные сервисы. Так, авиакомпания «Сибирь» увеличила тариф на перелет из Москвы в Барселону в первые 10 дней октября сразу на 15%. Как отмечают специалисты, у зарубежных компаний «Войлинг» и «Эр Европы» цены поднялись на 5,6,4%. Заметно подорожали авиабилеты в Париж на 6-10%. В среднем же цены выросли в пределах 5-7%. Контролирует стоимость и формирует ассоциация воздушного транспорта. И, безусловно, она формирует некий, скажем, имеющийся курс, в котором производятся расчеты в рублевый эквивалент. К огромному сожалению, этот курс у нас выставляется только раз в неделю, конкретно он со вторника на среду. И поскольку накануне произошли большие валютные скачки, это удешевление рубля порядка на 5% к доллару и, к огромному сожалению, порядка 6% к евро, то, безусловно, это не могло не отразиться на стоимости билетов по международным направлениям. Если до среды билеты Москва, Тиват, Москва стоили 10 тысяч рублей, то с четверга стали по 10 тысяч 600. Скачок, казалось бы, незначительный, вот только неизвестно, в каком положении окажется российский рубль на следующей неделе. Если же, соответственно, наш рубль укрепляется, то, предположительно, со вторника на среду, на следующей неделе, очевидно, будет и подешевление или удешевление стоимости на международные рейсы билетов рублевой части. А ведь иногда и не нужно далеко ездить. Далее Галина Навродская расскажет о том, как можно от повседневной городской суеты отдохнуть и сил на новую трудовую неделю набраться. Может помочь в этом, например, зеленая терапия на озере Лама. Ведь чего там только нет. Как за 70 километров от Норильска провести время с пользой для души и тела? Смотрите прямо сейчас. В самом сердце Ламы есть идеальное место, где среди первозданной природы можно восстановить силы. Прямо как на спа-курорте, только без спа. Здесь всепоглощающая тишина, и единственное, что ее нарушает – шум ветра и дыхание отдыхающих. Именно здесь можно укрепить здоровье при помощи сил природы, которой нам, норильчанам, так не хватает. Помимо, понятно, традиционного сбора, так сказать, ягод и грибов, особенно в грибной год, конечно, можно на лодочке поплавать, посозерцать водную гладь. Конечно, обязательно на водопады сходить, конечно, обязательно в горы подняться, почувствовать себя птицей. А можно даже лечиться красотой места. А это, говорят специалисты, один из самых действенных способов оздоровления. Озеро Лама – это как раз то самое место, где можно лечиться красотой места. Можно просто смотреть на горы, смотреть на озеро, смотреть на заросли елей, и любоваться, и излечиваться. Если какая-то душевная тоска, если какой-то дискомфорт. Здесь есть и персональные доктора, деревья. Специалисты говорят, одни обладают положительной биоэнергетикой, другие – отрицательной. Когда у нас что-то болит, осина, ель нам в помощь. Доноры положительной же биоэнергетики – здесь береза и тальник. Ну вот у нас, собственно говоря, весь стадион в тальнике. Там можно вообще приходить. Там же есть у нас деревья достаточно такие многолетние со стволами. Туда можно приходить, у кого ива, и прижиматься к ним в городской суете. Но это, конечно, не то. А когда ты вот здесь в тишине абсолютной, и вот стоишь и с деревом разговариваешь, это тоже очень приятно. А кому не по душе общение с деревьями, можно тихой охотой заняться. А у нас в Норильске все же грибы можно, да, собирать? Ну, вы знаете, еще лет семь назад я бы сказала, что да. А сейчас, вы знаете, все-таки идет изменение климата, и уже стали появляться ядовитые грибы, и уже теперь так не скажут, что можно все подряд собирать. И я, честно говоря, ориентируюсь по запаху. Вот невкусно пахнет, понюхайте. Хороший съедобный гриб, да, он очень вкусно пахнет. Да, и пенициллином, что-то все вместе. И такой гриб, конечно, я бы не взяла и никому не советую. А с чем должен пахнуть гриб? Гриб должен пахнуть лесом, прелой листвой. Какой большой нашла, смотри. Какой красивый, прям как на картинке. Сыроежка, да. Вкусно. Совсем другое дело, да? Впервые здесь я узнала, что эту самую сыроежку сыро есть можно. Признаюсь, вкус поразил. Совсем не грибной. Вкусно. И попил. Первый раз ем. Все в жизни бывает первый раз. Он как-то это... Острый. Такой вяжет немножко, да, да, остренький, да. Именно поэтому его и вываривают, чтобы вот это такая, ну как сказать, да, острота уж. Как будто бы с перцем. Запиваем водяничкой. А вкусно все равно. Водяничка, она же шикша, к слову, отлично от жажды утоляет, если попить поблизости негде. Ягода безвкусная, но очень сочная. И мы даже пытались варенье из него варить, и получился вкус сахарного сиропа. На варенье здесь можно красной смородины собрать и даже дикой малины. А для лечебных чаев, шиповника и багульника. Ну а закончить лечение ламы лучше всего на берегу озера, воду которого можно пить. Да, она у нас талая и проходит сквозь камни, минерализуется. Талая и минерализованная вода, что может быть еще прекраснее. Вода холодноватая для купания, но помочить ноги можно. Я хочу. Давайте. Завершим наш день такой приятной процедурой. Опс, опс. Достаточно прохладно, конечно. Ох, хорошо. А вот теперь выйти отсюда. Ну и массаж ног, соответственно, на камушках. Как говорят, бесконечно можно смотреть на воду и огонь. А здесь, помимо всего прочего, и на потрясающие закаты. Вот так лечение места прошли Галина Навродская и Александр Вори. Новости с северного города. В субботу синаптическая обстановка на таймере существенных изменений не претерпит. 18 августа солнечная активность умерена, геомагнитное поле неустойчивое. Ночью в Норильске облачными местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в Норильске и Дудинке плюс 5, плюс 8 градусов. Днем в городе облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура в Норильске и Дудинке плюс 10, плюс 13 градусов. Там-те числи offensive и Дудинке плюсы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...